МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 сантиметров до критического уровня в селе Сростки готовятся к любым сценариям паводка. В это время топит республику Алтай. Вторая жизнь юбилейного. Что уже сделано в парке и что еще предстоит? Часть жителей поселка Перешечный Егорьевского района эвакуировали. Огонь до населенного пункта не дошел, но из-за дыма дышать на его территории было уже трудно. Площадь пожара в муниципалитете уже превысила 5000 гектаров. Огонь разгорелся с 7 июня и с тех пор молниеносно распространяется. С воздуха тушит огонь самолет-амфибия из Красноярска. На помощь для работы на самых опасных участках прибыли десантники пожарной из Республики Алтай. Всего в тушении задействовано полторы сотни человек. Распространению огня способствует шквалистый ветер и жаркая погода, отмечают в Министерстве природы. Ситуация находится на контроле главы региона Виктора Томенко. Из-за мощного подтопления в одном из районов Горного Алтая ввели режим ЧС. Аномальная жара привела к обильному снеготаянию в горах Республики Алтай. Так Телецкое озеро вышло из берегов и начало затапливать село Артыбаш. Телецкий тракт, в свою очередь, также тщательно оказался в воде. Проезжую часть, по словам местных жителей, уже начали отсыпать. Дорогу на Артыбаш полностью закрыли для легковых автомобилей на целые сутки. В Турачаке также обострилась паводковая обстановка. У нас сегодня в районе Камня Любви собралось почти весь поселок. Всем интересно, все едут смотреть, потому что в прошлом веке такое было всего один-два раза. Последний раз такое было в 2014 году. Камень практически уже скрыло. Как сообщают новости Горного Алтая, уровень воды в реке Чулышман еще вчера вечером превысил критическую отметку. Сейчас он составляет 735 сантиметров, что на 35 выше нормы. Подтоплено свыше 70 приусадебных участков. Обострилась ситуация и в Алтайском крае. Уровень воды в Катуни и около села Сростки за последние сутки тоже вырос. До опасной критической отметки остается всего 8 сантиметров. Наш телеканал продолжит следить за обстановкой. Сегодняшнее скопление тяжелой техники около Новоалтайска вызвано нечрезвычайным происшествием. Это сотрудники дорожной службы соревновались за звание лучшего в профессии. Краевой конкурс прошел уже в 19 раз и собрал 250 профессионалов своего дела. Какие были испытания и почему конкуренция в таких конкурсах – это не главное, выяснял наш корреспондент. Сегодня сотрудники дорожных служб Алтайского края не чинят проезжую часть, а соревнуются между собой. Конкурс на звание лучшего в профессии проводится 19 раз. Притом количество участников не уменьшается. Причина тому – востребованность кадров. За последний год по всей России дорожники отремонтировали 29 тысяч километров. А это рекорд. В этом году, с учетом опережающего, запланированного тоже развития, это еще больше цели. Это свыше 30 тысяч. И за всеми этими километрами стоит труд дорожников. Это наш с вами труд. Поэтому очень важны наши компетенции, уровень профессионального мастерства. В эти 30 тысяч войдет и одна из ключевых дорог нашего региона – путь до Казахстана. Длина проезжей части составляет почти 400 километров. Малую уже успели отремонтировать. В настоящее время уже за счет тех работ, которые выполнялись, добавили еще 45 километров, уже 123. И думаем такими темпами идти. Однако дорога вся очень сложная. Есть участки с общесчебеночным разрывом. Работы ведутся и на Чуйском тракте. Главная цель – сделать его полностью четырехполосным. Добиться этого планируют к 2035 году. Сейчас же работы идут на шести объектах. И порядка 11 километров будет в этом году тоже введены. Два еще из этих участков будут введены в 2024 году и два в 2025. И также у нас дальше планируется, есть уже проекты, готовые, прошедшие главгосэкспертизу. Еще на три объекта капитального ремонта 18 километров. И один сейчас находится в экспертизе на 5 километров, но это уже в последующие годы. Посмотреть на испытания специалистов приехали даже ветераны дорожного хозяйства. Наблюдали и не вмешивались. Впрочем, подсказывать было некому. Конкурсанты достойно справлялись с заданиями. Свои навыки в восьми дисциплинах демонстрировали как инженеры, так и машинисты разной техники. Например, в этом испытании водителям бульдозера необходимо было выполнить упражнение «змейка» на время. Подобная практика хорошо помогает в реальной жизни. Ну, например, когда зимой дорога сильно заметена, туннель пробьешь, сделаешь эти разъезды, чтобы машины и пропускать колонну надо. Ну, машины встанут не так, как надо бы встать. Вот стараешься проехать и там, и там, чтобы никого не задеть, и там всяко-разно объезжаешь. А здесь машинистам экскаваторов предстояло снять и положить в бочку пять касок за две минуты. Получилось это лишь у самых точных. Похожее испытание было и у водителей-погрузчиков. Аккуратно переместить доску на узкие столбики помогла не только сноровка, но и поддержка зрителей. Сначала за экскаваторщиков, потом за погрузчиков. Желаем, чтобы все победили. Всего в соревнованиях приняло участие около 250 участников. Притом, многие здесь не впервые. Такое мероприятие для них – это не только встречи со знакомыми, но и передача опыта, который так необходим молодым. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. С каждым днем количество отдыхающих в парке юбилейный становится все больше. При том, что еще пару лет назад на его огромную территорию многие зайти и боялись. Сейчас в парке идет второй этап реконструкции. Третий запланирован в 2024 году. Что уже сделано, что еще предстоит и о чем мечтают люди, живущие рядом, расскажем в нашем сюжете. Я-то помню, в молодости мы тут сюда на танцы ходили. Здесь было все оккультурено, все было приятно. Здесь все продавали и всякие аттракционы были. Из того, что вновь появилась в юбилейном спустя 30 лет – танцевальная площадка. Конечно, пока такой популярностью, как раньше, она не пользуется. Но парк меняется на глазах. Пешеходы, велосипедисты, самокатчики облюбовали центральную аллею, где по вечерам теперь горят фонари. Люди отмечают, в юбилейном убрали настоящие залежи мусора, который копился здесь годами. Благоустраивать огромный парк в рамках федеральной программы продолжают. Уже вырисовываются второстепенные дорожки, ведущие к центральной аллее. Далее будут установлены освещения, лавочки и видеонаблюдения. Также будут снесены аварийные насаждения и будет посажено более 250 новых. Таков план второго этапа реконструкции парка. Оно будет и третий через год. Люди проголосовали за проект, по которому в юбилейном начнут сооружать детские и спортивные площадки. Второстепенных дорожек тоже станет больше. Но чем сильнее меняется парк, тем о большем горожане мечтают. Я бы хотела, чтобы там пруд как-то восстановили, сделали что-то, какую-то водную зону, допустим. Пока пруд здесь выглядит плачевно, да и в планах по реконструкции не предусмотрено его преображение. Правда, если студенты классического вуза получат грант по реабилитации пивоварки, тогда мечты горожан могут стать реальностью. Тем временем у общественного совета парка свои идеи по развитию огромного пространства. В этом году мы планируем, ну помимо благоустройства основного, еще провести и мероприятия, всякие творческие различные запланированные фестивали и музыкальные мероприятия. Хотелось бы на День семьи 8 июля провести ближайшее мероприятие. Со временем в парке появятся и две площадки для выгула собак. По крайней мере, так нам рассказали общественники, которые все еще верят в воплощение своей самой главной мечты. О хозяине парка – человеке, радеющем за юбилейный. Татьяна Голубева, Валентина Аскерова, День с толком. Глава барнаульской семьи не готова отдавать несправедливый долг. Женщине приходится платить алименты на ребенка бывшему мужу, хотя дочь проживает с ней. Достаток в семье и так небольшой, а эта выплата лишь усугубляет ситуацию. Почему такая ситуация в принципе могла случиться и как наша редакция помогла добиться справедливости, расскажет мой коллега Данил Кузнецов. Твой крутой на выпуск дочери. Смех восьмилетней Василисы Чудакова в последнее время – единственная радость для всей семьи. После развода Сергея и Татьяны суд постановил – младшая дочь должна жить с матерью в Барнауле. Однако в 2021 году папа неожиданно забрал ее обратно в Тальменку, а после написал заявление в мировой суд на взыскание алиментов с бывшей супруги. Я ее забрала, поехала к приставам. Я предоставила свидетельство о рождении, все документы. Я восстановила, как бы здесь делала. Она мне сказала, писать надо на отмену. Где-то в октябре приходит она госуслуги, ну как, типа смски там или как уведомления, что дело прекращено на меня по алиментам. Тем не менее, как только в 2023 году Татьяна вышла на работу, с карты начала списываться задолженность по алиментам. И образовалась странная ситуация. Получается, мама работает, у нее удерживают алименты в пользу папы, с ее заработной платой, несмотря на то, что ребенок проживает с ней. А у папы долг копится, потому что папа нигде не работает. И алименты, получается, он в пользу ребенка не платит, а ему алименты приходят. Чтобы приказ о взыскании алиментов все же отменили, Татьяна еще раз обратилась в Тальменский суд в начале года. 13 февраля иск об отмене судебного приказа о взыскании алиментов удовлетворили. Суд отправил бумаги только Татьяне. С ними она должна была обратиться к приставам. Однако письмо не дошло. В большинстве случаев, когда дело уже возбуждено, суды дублируют определение приставам. Или хотя бы уведомляют получателя по телефону. Особенно, если бумаги вернулись обратно, как в этом случае. Эта мера необязательная, однако могла бы сильно сэкономить время и сохранить нервы как работникам суда, так и Татьяне. Почему Тальменский районный суд не направил непосредственно приставам, я сказать не могу. Но документов от суда Татьяна никаких не получала. Мы никаких определений не видели. У судебных приставов их тоже нет, поскольку она обращалась к судебным приставам. И они сказали, что без судебных определений, решений, ничего они сделать не могут. Наша редакция обратилась в суд, где нам рассказали, что определение лежит у них. Благодаря вмешательству телеканала Татьяна сменила тактику и написала заявление о повторной выдаче письма. Вскоре документы оказались у приставов, которые уже успели снять обязанность по выплате алиментов. Сейчас семье делают перерасчет, поэтому вскоре часть денег вернется обратно. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаульский ансамбль «Соул» стал лауреатом первого в стране фестиваля «Российская школьная весна». Соперниками наших танцоров стали коллективы из 66 регионов страны. С юными талантами встретился Дмитрий Дроздов. Вот они, маленькие герои большой страны. Танцоры барнаульского ансамбля «Соул» привезли домой третье место первого фестиваля «Российская школьная весна». Наши девчонки обошли больше 60 соперников и взошли на педестал в Ставрополе. Признаются, радость испытывают в каждом танце. И время на сцене проходит незаметно. Нервы уходят. Ты понимаешь, такой, это все. И такой, классно. Потом, когда награды, уже подарки вручаются, то вообще самая приятная часть. «Соул» известен и в России, и за рубежом. Ансамблю 27 лет. И ни на один год коллектив не останавливался в развитии. Это кровь, пот, боли, слезы. Потому что это растяжки, это ежедневные тренировки силовые, на выносливость. Оттачивание движений, совершенствование себя в различных стилях и направлениях, чтобы быть более универсальным, чтобы уверенно чувствовать себя на сцене. А еще это один из больших коллективов. Больше сотни человек. Старшим 14-15. А набирает в ансамбль с 4 лет. «Соул» неоднократно побеждал в российских и международных фестивалях. В год у коллектива по 5-6 конкурсов на выезде. Такие успехи возможны только серьезным подходом. Это понимают и ценят все, вне зависимости от возраста. У нас очень жесткая дисциплина. Вот это самое такое, самое трепещущее. После победы в российской школьной весне участники немного отдохнут. Но уже День России. «Соул» проведет на сцене. А дальше девочек-лауреатов ждет лагерная смена, на которую приедут все коллективы Алтайского края. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Неподкупные дегустаторы нашли идеальные сырники Барнаула. Это новый проект сибирской медиагруппы «Честная дегустация». Пробуем Барнаул на вкус. На столе 5 одинаковых блюд из разных заведений города без указаний бренда. Задача – вслепую выбрать лучшее. Так где же в городе стрябают самые вкусные сырники? И в чем секрет их успешного рецепта? Узнаем далее. В прошлый раз мы нашли самый вкусный цезарь в кофейне «Ель». Сегодня тестируем сырники. Напомним, организаторы проекта, как обычные посетители, закупают в кафе и ресторанах Барнаула блюда, а приглашенные дегустаторы вслепую, не зная бренда, выбирают самое вкусное. Сегодня у нас сырники из лакомки, ползунова, ели, ясной поляны и центральной. Ценник за порцию – от 215 до 429 рублей. Напомним, участвовать в проекте и влиять на его результаты за деньги нельзя. Проект не составляет рейтинг, ведь у каждого дегустатора свой вкус, а у заведения свой формат. Цель – побудить заведение города по-новому взглянуть на свои рецептуры и на конкурентов. Здесь мелкий творог, да? Да, это прям творожный творожный. Это прям в настоящей сырники. Это прям вообще капец-то вкусно. Здесь тоже, соответственно, ребята подали и хорошую сметанку, и конфитюр, поэтому вот эти два заведения очень заботятся о своих клиентах, это приятно. Вот хочется первое место двум даже отдать. Ну, кстати, да, их сложно выбрать. Они даже выглядят одинаково, да? А здесь еще их четыре, понимаешь? Если еще и по цене они одинаковые, то здесь еще и выгоднее для клиента. Вердикт таков. Два дегустатора назвали лучшими сырники из Ясной Поляны, а один отдал предпочтение блюду из Ползунова. Что такое идеальный сырник? Это хороший, качественный творог, и он должен быть обязательно протертый, чтобы не было таких текстур, крупиц. Минимальное количество муки, и сахар должен быть очень в меру. Также дегустаторы отметили, чего не хватает ресторанам Барнаула. Больше полезного меню, блюд без сахара и глютена, а еще хороших доставок и наличие детских зон с аниматорами. Я мама, у меня ребенку котик, и для меня самое важное, чтобы в городе появлялось как можно больше семейных заведений, куда мы можем прийти, отдать малыша к аниматору или в игровую и просто не думать ни о чем, пообщаться с друзьями. Отзывы, репутация заведения, сарафанный какой-то маркетинг, то есть когда ты знаешь, что у тебя подруге нравится в этом ресторане или в этом кафе, или ты сам туда ходил неоднократно, и тебе нравится качество, оно стабильное, тогда можно заказывать там уже и доставку. Это проект «Честная дегустация». Тестируем заведение Барнаула и пробуем его на вкус. Дальше больше интересных блюд, новые приглашенные эксперты и независимая оценка. Наш телеканал посетили юные гости из села Быстрый Исток. Это не просто школьники, а, можно сказать, наши будущие коллеги. В своем медиа-центре дети тоже создают репортажи, пишут статьи, монтируют ролики и даже свой яролаж, рассказывают о школьной жизни и событиях Быстрого Истока. Мы пытаемся привлечь еще больше ребят. Я считаю, что это очень важно. Во-первых, дети учатся говорить, во-вторых, они становятся любознательными, в-третьих, они осваивают разные направленности, потому что телевидение – это просто бесконечная кладезь всевозможных профессий. В сибирской медиагруппе дети попробовали себя в роли теле- и радиоведущих, узнали, в чем залог удачного кадра, как создается видеоряд и как выстроить структуру сюжета. Мне узнали, что новая программа для монтажа, новые места, где можно снимать. Я узнала, что снимать можно не только с одного ракурса, но и с других. Я занимаюсь танцами и хотела бы вести какую-нибудь такую программу. Они рассказывают о разных событиях в крае и участвуют в самых различных спортивных состязаниях. Алтайские журналисты по всей России считаются самыми спортивными. Они играют в футбол, стреляют из лука, гребут на лодках, дракон. Несколько раз в год они участвуют в соревнованиях среди коллег. На этот раз акулы-пирасы стязались в нардах. На первом кубке журналистов по такому виду спорта был и наш корреспондент Дмитрий Дроздов. Ему слово. Трик-трак в 12 веке, а в 2023 году нарды. Название изменилось, но суть игры прежняя. Перегнай свои фишки в дом и скинуть их раньше соперника. Этим и занимались 18 профессионалов медиасферы в первом кубке журналистов по нардам. В нарды я пробовал играть, кажется, один раз с родственницей. Я даже не помню правила. Но когда вот это предложение поступило поучаствовать в таком турнире, я сразу же согласился, потому что это интересно. Это очередная возможность встретиться с друзьями, с коллегами в неформальной обстановке. Но перед турниром читал правила? Нет, не читал. Для таких, как Алексей, правила разложили на пальцах перед турниром. Специальный мастер-класс провели представители армянской диаспоры. Считается, что они самые нардоиграющие люди. Собственно, и турнир прошел в их центре. Понять специфическую игру сходу удалось не всем. Забывшим тут же дружно помогали соперники. По правилам турнира каждый участник должен был поиграть со всеми оппонентами. Игры проходили на 10 досках сразу. Скоро проверка шла не только на мастерство, но и на выносливость. Партии были настолько напряженными, что турнир затянулся на 8 часов. Популярность по всему миру нарды имеет и в России, и на Капказе особенно. Это очень интересная азартная игра. К финалу остались самые стойкие. Победу, кстати, одержала единственная женщина в турнире. Специалист по связям с общественностью общественной палаты края Юлия Дягилева. Победительница получила медаль, кубок и спецприз «Резные нарды». В Краевом Союзе армян пообещали, что еще не раз пригласят журналистов на свои турниры. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайский музыкальный театр готовит премьеру авторского пластического спектакля «Найджел». Постановка расскажет о реальной истории самой одинокой птицы в мире – самца Олуши. О том, как проходит подготовка и репетиции, расскажем в сюжете. Найджел – это птица, которая жила на необитаемом острове в полном одиночестве. Для привлечения особей экологи установили бетонные копии вернатых. Среди 80 каменных фигур Найджел выбрал себе подругу, за которой нежно ухаживал и остался верен ей до конца жизни. Балетмейстер музыкального театра Оксана Малышева решила воплотить эту историю в классическом спектакле. Она тронула до глубины души, и зрители тоже не останутся равнодушными. «Художественно мы же не будем показывать птицу, но прежде всего показываем человеческую историю, как ведет себя человек. То есть делаем такой параллель». Артисты покажут жизнь далекого народа Маури с его укладом и мифологией. Балет репетирует ритуальный танец хака, во время которого исполнители топают ногами, бьют себя по бедрам и груди. «Это такая многогранная история, не только об одинокой птице, которая полюбила статую, но и о том, что ее ждало на этом острове. А на острове ее ждут духи Маури настоящие, людоеды. И они будут показывать всю мощь своего народа. Поэтому для нас это очень интересный материал, с одной стороны этнический, с другой стороны и народный тоже, что-то новое». Зрители увидят синтез языка тела и актерской игры. Помимо хореографии и вокала будут полеты над сценой, театр теней, забораживающая музыка. Через историю «Одинокой птицы» артисты расскажут о человеческих чувствах, любви и верности своим идеалам. Постановщики говорят, удивитесь, как близки и похожи в поисках счастья птицы и люди. Премьерные показы 15, 16, 18 июня. Дарья Денисова, Владислав Ковалев. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Но я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и до встречи в эфире. Продолжение следует...